По учению о подражании Христу из наставления, из престьянского наставления, святого Тихона Задонского. Человеку плотскому нужны почести, богатство, научное образование. Человеку же духовному нужен один Бог, жертву которому такой человек приносит все внешнее, кажущиеся большим только на земле, на небе же не имеющим цены. Душа человека всегда жаждет Бога, как говорит пророк Давид. Один только Бог дает жизнь и нашему знанию. Он один из глубины знания, беседуя с душою, с нею сливается здесь, дабы не покинуть ее там, где всякое земное знание, как и все земное, исчезает, как сон. Жизненный путь духовному человеку предсказывает Христос. Подражая Христу, следуя Его заповедям, человек получает высшее удовлетворение, в стремлениях души своей и приобретшие сокровища нетленные, с ними, как добрый купец, входит в жизнь вечную для наслаждения вечными благами. Чтобы тебе сделаться возлюбленной истинным христианином или Христовым, положи перед душевными очами твоими святую жизнь Христа. На нее чаще смотри, к примеру того подражай. И хотя сердце твое, как растленное, не хочет того, ты понуждай себя и убеждай к подражанию прекрасным добродетелям Христовым. Смотришь в зеркало, чтобы познать, каково лицо твое, нет ли в нем пороков, и, увидевши пороки, стараешься изгладить их. Так и для души твоей пусть будет зеркалом непорочная жизнь Христа. «Посматривай на нее чаще, какова душа твоя? Хочет ли она того, чего Христос хочет, и делает ли она то, что Христос сделал, живя на земле? Что противно житию Христову, то все, как порок, очищай покаянием и сокрушением сердца. Христос, Господь, честь и славу, и богатство презрел в мире всем, хотя и все мог иметь, как Господь всего. А ты не имеешь ли в мире всем честь и богатство и славы? Христос жил на земле в смирении, а ты не живешь ли в пышности и гордости? Христос был любвеобилен и милосердко всем, а ты не злобствуешь ли на кого и ненавидишь ли подобных себе людей? Христос, будучи укоряем, никого не укорял, а ты не укоряешь ли человека, который тебя укорит? Или даже еще хуже, не укоряешь ли ты того, который тебя не укоряет? Христос никому не мстил, хотя всех врагов своих мог погубить в мгновение ока. А ты не мстишь ли за обиду свою? Христос все претерпел, а ты не робще шли, находясь в бедствии и страдании. Так и сравнивай свою душу с жизнью Христовую. И как в лицо свое подставляешь пред зеркалом, поставляй душу свою пред зеркалом непорочного жития Христова. Когда так будешь делать, то, уверяю тебя, ты день от дня будешь становиться все лучшим и лучшим. Воистину нужно последовать тому за Христом, кто хочет быть с Ним в вечной жизни. Нужно в нынешнем житии быть сообразным Христу, тому, кто хочет быть сообразным Ему в славе. Не напрасно Христос сказал, «Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам. И кто не берет креста своего и следует за Мной, тот не достоин Меня». «Надобно за Христом следовать верою и любовью в жизни сей тому, кто за Ним хочет следовать в жизнь вечную. Нужно идти Христовым путем тому, кто хочет идти за Ним в небесное вечное Его Царство. Иного пути туда нет. Он сам сказал, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную». «Подобцами, разумеется, истинные христиане, которые святому учению Христову повинуются, живут так, как Он учил. И Христу следуют с верою, любовью, смирением и терпением. И Он вводит их в жизнь вечную, как за Ним идущих». Тихон Азадонского. «Боже милости, буди не грешному, создав мне Господи, помилуй меня, бесчестная с вами решила Господи, прости не грешного, как и помилуй. С вершением Христовым, братья!» Спасибо за внимание. Продолжение следует...